Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака Козирог. Это общий астрологический прогноз на март 2023 года для вас. Если вы Козирог по Солнцу родились, когда Солнце идет по знаку Зодиака, Козирог по Луне и также, конечно же, по асценденту. Март – очень важный месяц, месяц решающий, один из решающих месяцев 2023 года. Третий месяц 2023 года, 23 марта 2023 года, 23.03.2023 происходит очень важное событие, меняя знак Плутон. Плутон был в вашем знаке Зодиака с 2008 года. С 2008 года по 2023 год Плутон безвылазно был в Козироге. В 2023 году он покидает Козирог, но еще разочек вернется к вам Козироге. То есть можно так сказать, что Плутон – это как учитель, знаете, строгий. Все время был в одном классе, потом перешел в соседний класс, класс как кабинет, да? Но что-то забыл вот в вашем классе и вернулся. То есть он как бы выходит из класса под названием Козирог, переходит в класс под названием Водолей, но что-то забыл, пришел проверить еще вас. Да, если я сейчас буду говорить о Плутон, это будет очень долго, и это будет прогноз на целый год, так как прогноз не на год, а на месяц, остановимся на марте. Но прогноз на год у меня, конечно же, есть, и вы, конечно же, можете, если хотите его посмотреть. Что происходит в марте? В марте Плутон из вашего знака Зодиака переходит в Водолей. Меняется энергия именно в марте. Но 1 мая Плутон становится ретроградным в Водолее. И снова вернется ваш знак Зодиака уже 11 июня. Итак, о чем Март? Март — это о том, что вы делаете первый вздох. Плутон похож на корсет. И вот как будто бы вы послабляете корсет, да, корсет послабляется, и вы, хух, вам чуть-чуть легче дышать. Но затем Плутон вновь придет, и снова вы будете утянуты плотно. То есть еще не время, но вы можете вздохнуть. Еще не время дышать полной грудью, но вы можете вздохнуть. Это Март. Третья декада Марта. Очень важная. Здесь играют цифры. Здесь идет время перемен. Действительно, в марте начинается природная весна. Весна в природе наступает всегда, когда Солнце переходит в знак Зодиака Овен. Это природная весна, это день весеннего равноденствия. И вот это мощное сочетание энергий порождает абсолютно новый мир. Итак, 19 марта Меркурий в Овне, 20 марта Солнце в Овне, 21 марта Луна в Овне. И они там все втроем делают нам новолуние, новый месяц. Но также по цифре 3, 23, 03, 23, Плутон меняет знак. Что такое тройка? Тройка — это движение. От выбора баланс, дисбаланс, двойка, то есть двойка — это такие качели. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Мы переходим к тройке, а тройка — это уже треножник. Да, это еще не стул на четырех ножках, но это хотя бы треножник. То есть на этом хотя бы можно что-то основывать. Материальный трегон, треугольник. Три. Знаки здесь, вода и огонь. Да, это неустойчивый треугольник. Но все-таки что-то можно делать. Как-то от чего-то можно отталкиваться. Конечно же, март — это Марс. Месяц март назван в честь Бога войны Марса. И в этом же месяце, более того, в этой же третьей декаде, третьего месяца 23-го года, Марс, в честь которого назвали Март, переходит в знак зодиака — рак. Да, это прогноз для интеллектуалов. Разобраться в этом очень сложно. И нужно хотя бы чуть-чуть знать астрологию. Поэтому переходим от общего к частному. Что это для вас? Для вас это вопросы родины, денег и брака. Брака в знаке рака. Да, знак рака для вас всегда — это седьмой дом гороскопа. Условные козероги — это рак, это двойной знак. Это 6 и 9. 6 — материя, 9 — духовность, 6 — дьявол, 9 — Бог, 6 — Венера, 9 — Юпитер. В любом случае вам повезет в любви. Также 7 — это цифра колесницы. Таро. Аркан Таро, колесница, старший аркан. И этот же старший аркан символизирует 2023 год. Потому что если мы сложим нумерологические цифры, 2, 0, 2, 3 — получится 7. Так вот, 2023 год под знаком с диака рак. Под знаком с диака 7. Для вас лично это брак. Поэтому кто хочет в брак, то рак вам тут благоволит. То есть рак про брак. Рак всегда у вас про брак. Смотрите, что здесь происходит. Марс. Конечно же, это для мужчин то, что вы активничаете. То есть это вы, Марс. Вы в доме брака. То есть это вы тащите девушку в ЗАГС. Если вы девушка, то это у вас есть такой вот мужчина, рак, который тащит вас в ЗАГС. Кто такой рак? Кто такой Марс в раке? Да, конечно, Марс в раке не в хорошем положении для себя. Потому что это такой, знаете, молочный такой, можно сказать, ребёночек. Ну, ребёночек условно, да. Рак — это дитя. Потому что Луна — это мама. И Марс в раке — это, конечно, да. Это такой домашний мальчик. Такой в очочечках, такой спокойненький, миролюбивый. Марс — воин, но в раке он ни разу не воин. Марс в раке у юбки какой-то женщины. Какой-то женщины, которая для него как мама. Если мужчина взрослый, то это уже не реальная, ну, не мама, которая мама, а женщина, которая исполняет или либо может исполнять роль матери. Кто такая мама? Это и няня, и учитель, и воспитатель, и лечитель, и целитель, и исцелитель, и психолог, и всё на свете. Идеальная, конечно, мама. А в раке — да, Луна — это идеальная мама. О чём же тут речь? Речь о том, что если вы мужчина, то у вас есть мега заботливая женщина. Мега заботливая. И если вы планируете продолжать свой род, то это идеальная мать для ваших детей. Для вас тоже, но... Да, здесь как бы давайте не забывать, что всё-таки женщина вам не мама, да? Она мама ваших детей, если вы хотите детей, но не ваша мама. Здесь речь о том, что мужчина активно действует по отношению к женщине, в которой видит, ну, я скажу это так, погородицу. Да, то есть маму, может быть, свою, может быть, вы похожи на его маму, ваша девушка похожа на вашу маму, либо маму будущих детей, либо, в принципе, маму. То есть вы видите, что эта женщина, она мама. То есть она всех готова накормить, напоить, пригреть, покупать, постирать, заштопать, сделать массаж, ещё что-то сделать. То есть всё, что делает мать, женщина с материнской энергией. Знак Зодиака Рак отвечает за грудь, молочные железы в теле. Поэтому здесь у вас, конечно, мужчина, девушка выдающаяся, в плане того, что вы видите, да, что эта женщина может быть матерью, потому что, в принципе, природа дала ей такие физические данные, чтобы быть мамой. Так, для девушек у вас очень боевой партнёр. Марс, ещё раз говорю, это воин. Да, конечно, он в Раке. Но всё-таки, но всё-таки. Марс — это воин у себя на родине, потому что Рак — это также знак Родины. Он здесь добрый, он точно не агрессор. Но активный, спортивный, творческий, пробивной, стремящийся что-то себе такое приобрести, классное, крутое. Марс — это также автомобиль. Поэтому отечественный автомобиль ваш мужчина может захотеть себе приобрести и приобретёт, вместе с подходящей для покупки автомобиля. То есть если вы мужчина, то вы активничаете в любом случае, в любом случае по отношению к своей женщине. Если вы девушка, то вы активничаете тоже, но по-женски. Здесь, конечно, седьмой дом — это дом официальной росписи. Но не все из вас, понятное дело, будут расписываться. Кто-то, например, против росписи, как я. Я против ЗАГСов, потому что любая роспись, любой контракт, любая роспись на бумажке — это завязка по дьяволу. Если вы знаете, ЗАГСов вообще не было до XX века. Поэтому это не очень хорошая вещь. На самом деле истинный брак — это соединение на небесах или соединение по роду. Или соединение на свадьбе. Свадьба — сведение. Свадьба — не обязательно роспись. Это просто когда два человека решили быть вместе и поставили в известность окружение, что мы вместе живём. Ну или не поставили, и так видно. Правда? Если вы ходите за ручки и заходите в один и тот же дом вместе, ну кто вы можете быть, да? Каждый день это делаете. Понятное дело, это муж и жена, и вы так и считываетесь. Но у кого-то действительно роспись и время подходящее. Если у вас развод в это время, тоже молодцы, не переживайте, очень всё даже хорошо. Если у вас развод, то по Плутону у вас будут хорошие прям алименты. Да, если вы, например, разводитесь, у вас дети, муж вам будет выплачивать. Опять говорю, это общий прогноз, поэтому если вы хотите свой личный, вам, конечно же, нужно обращаться со своим личным прогнозом. Не питайте иллюзий относительно общих раскладов, общих прогнозов. Это общая температура по больнице. Да, совпадает. Да, иногда 100% совпадает. Но почему? Потому что вы типичный представитель. Вот почему совпадает. Если вы нетипичный, то может и не совпадать. В любом случае, что вам нужно понять? Что деньги у вас будут? Я не знаю, от кого. Здесь может быть Плутон. Кто такой Плутон? От государства могут быть деньги, от богатого человека, от спонсора, от благотворителя, от какого-то силовика по Плутону. То есть человек в силе. Плутон — это человек в силе. От чего он в силе? От того, что он с деньгами или с властью, или физическая сила, мышцы. Что даёт силу человеку? Это энергия других людей. Плутон — это планета массовая. Когда вам много людей дадут по копеечке, когда вам миллион людей даст по копеечке, вы будете копеечковым миллионером. Когда вам много людей посылают какую-то энергию, информацию, вы тоже становитесь миллионером. Когда у вас миллион подписчиков, вы миллионер. То здесь какой-то человек поможет вам с деньгами. Плутон во втором доме — это, конечно же, то, что вы можете стать этим самым миллионером. Да, козероги, я знаю, что многие из вас не уверены в себе. Когда я вам говорю, вы можете стать миллионером, вы думаете, о, да. Смотрите, всему своё время. Козероги расцветают в 30 лет плюс-минус. Поэтому если вам ещё нет 30 лет, то вы просто ещё молоды. Да, козерожья энергии. Потому что козерожья энергия — это энергия, когда вы уже понимаете, как играет и работает карма. Чтобы понять, что такое судьба, что такое карма, нужно подождать время. Вы должны анализировать прошлое с циклом в 7 лет минимум. Вот я, например, уже анализирую прошлое с циклом 20 лет. То есть я помню, что было 20 лет назад, и я вижу, как догоняет меня карма 20-летней давности. То есть чтобы осознать планету Сатурн и знак за тебя, как козерог, вы должны прожить до 27 лет точно. И вы начнёте соображать, что такое время, как его нужно ценить, и как нужно жизнь свою принимать. В целом, конечно же, уважаемые козероги, март — это победоносный месяц. И я боюсь, всегда боюсь говорить. Но знаете почему? Не потому, что я не уверена в себе. Я боюсь сглазить. Я боюсь, знаете, чтобы черти не подслушали, потому что, знаете, черти не дремлют. Небо, звёзды, гороскоп, высшие силы, Бог-творец говорит о том, что март — это победоносный месяц для всех людей, которые защищают свой дом, свою землю. Но тьма не дремлет. Ребята, да, потому что Плутон заходит в Водолей. Я могу сказать, что война переходит, война, смерть, массовые какие-то страшные вещи приходят в страну под знаком Сдиакова Водолей. Это РФ. И по таким транзитам возможно смерть тирана. Но узнают они люди. Может быть, через месяц. У нас только в апреле солнечное затмение в знаке Сдиака, я не помню, в Овне, да. То есть, смотрите, тиран может умереть в марте, в третьей декаде марта, но людям об этом скажут через месяц. Что будет происходить этот месяц? А будет кто зашёл? То есть как раз в этот месяц может быть какая-то борьба, кулуарные интриги, какие-то споры. То есть, понимаете, это будет такое время, когда, возможно, какие-то теракты, когда, возможно, какая-то массовая издевательство над людьми, да, массовые какие-то протесты, которые будут очень жестоко подавлены. То есть это бунты, революции. И да, это непосредственно войны. Какая война? Гражданская, внешняя. Гражданская, смешанная с внешней. Что-то здесь может быть всё на кучу. Просто вспомните, что было в период революции 17-го года. Там всё было вместе. Вот нечто подобное. Но, да, тут я говорю о том, что здесь смерть, возможно, тирана, но, скорее всего, они люди не узнают ещё в марте. Что такое победа? Победа — это процесс не однодневный. Есть день, когда признаётся победа, но победа достигается долго. Можно сказать, что победа Украины была в марте ещё 22-го года, и весь этот год Украина побеждала, 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 побеждала. Когда окончательно будет победа, я не вижу, что это март, но я вижу, что в марте это какая-то уже предпоследняя ступенечка. Ещё немножко. Ещё немножко. Ваш четвёртый дом — Овен. То есть у вас в четвёртый дом заходит Меркурий, затем Солнце, затем Новолуние. То есть всё это в четвёртом доме — доме Родины. Спряжно с Плутоном и с Марсом в седьмом доме. Это говорит о том, что война заканчивается на Земле, где много воинов, и переходит на Землю под знаком Водолея. Марс в седьмом доме — это оппозиционер. Марс в первом доме — это воин у себя на Родине. Марс в седьмом доме — это воин в другой стране. Надеюсь, я вас не запутала. Речь о том, что военные действия будут на территории стран под знаком Водолея. Если вы живёте в Украине и слушаете меня сейчас из Украины, то здесь новое что-то победоносное. Я не могу голословно и быть, ещё раз, чтобы не сглазить, я не могу назвать это победой. Не могу. Потому что это как будто, знаете, ещё вот как будто ногу вы заносите, чтобы переступить на какую-то высокую ступеньку. Вот этот момент, знаете, о-о-о, замедленной съёмки, это ещё не точно, но это приступочек, уступочек. Вы уже на низком старте, либо, знаете, на подлёте. На подлёте. Итак, где бы вы меня сейчас не слушали, в каком бы уголке мира вы бы сейчас не жили, а вы живёте у меня по всей земле. Ребята, реально, я в восторге. Я правитель мира. Я, конечно, шучу. Объединяет то нас, что вы понимаете русский язык. Поэтому, где бы вы сейчас не были, где бы вы сейчас не жили, вспомните, где ваша родина. И вы вспомните, где ваша родина. Потому что события в мире будут таковыми, что каждому человеку захочется уберечь своё родовое гнездо, сберечь его и сохранить. Мир объединяется. Наступает эпоха Водолея. Но каждому хочется своё гнёздышко сохранить. Наступает период, когда, знаете, малая родина. Что касается организации под названием РФ. Она может распасться, да. Но почему? Потому что люди видят своей страной свой дом, по большому счёту. Это моё государство, мой дом. И, знаете, похоже на греческие городопольсы. Вот такая организация, она будет свойственна всему миру. То есть можно сказать, что весь мир превратится в сплошную Грецию. Но как бы будет одна страна, но все будут довольно-таки обособлены. Вот и вы будете стремиться обособиться. Если вы сейчас меня слушаете и живёте ещё с родителями, то у вас появится желание вылететь из родительского гнезда. И это третья декада марта. Да, действительно. У кого-то новоселье, на новолуние, на новый весенний год. 21 марта наступает Новый год, который по весне, который по Овну, который астрологический, потому что Овен — это первый знак зодиака. И да, возможно, кто-то вылетит из родительского гнезда в своё собственное гнёздышко. Кто-то будет жить один, а кто-то уже свою семью создаёт отдельную. В любом случае, тема обособленности и сепарации будет очень актуальна третью декаду марта. Это победа. То есть отделение и освобождение будет равно, знак «равно». Отделение как освобождение от гнетущего бремя. Плутон — это люди в возрасте. Если вы живёте с человеком, который для вас как Плутон, то вы захотите избавиться от этой связи. Плутон — это вообще-то 80 лет, поэтому если у вас бабушки, ещё дедушки над вами давлеют, или у вас родители очень строгие, как надсмотрщики, как надзиратели, даже если им не 80 лет, может быть, 40. Плутон — это также возраст 40 лет. Он включается. Вообще Плутон включается у людей, которым 40 лет. Поэтому если вы в этом возрасте, козерог, то очень на вас сильно повлияет третий декаду марта, прям будет судьбоносный. Может быть, вы родитель, у которого птенец покинет гнездо, но вы будете воспринимать это как свою свободу, то есть освободилось, называется, от детей. То есть здесь такой эффект. Дети освобождаются от родителей, родители освобождаются от детей, и каждый создаёт свою семью, отдельно взятую, отдельно взятое государство, словно бы город-полис. Новый дом возможен, возможен переезд, но я здесь не вижу переезда за границу. Я вижу здесь переезд в лучший богатый дом. Я вижу здесь переезд в связи с тем, что у вас появились деньги на переезд. Миллион. Плутон — это миллион. Плутон в втором доме — это миллион у вас на карточке, у вас в кошельке. Поэтому да, кто-то из вас станет миллионером, и этот миллион свой вложит вместо жительства, в квартиру. Недвижимость, землю, автомобиль, то есть движимое, недвижимое имущество, но это то, в чём вы можете жить. Кто-то купит себе фургончик на колёсах, где будет и уборная, и кровать, и кухня, и всё это фургончики. Вполне. Дом. Ещё что я вижу, что вы съезжаетесь с возлюбленным, либо возлюбленной, потому что Марс в 7-м доме, потому что вы едете, Марс — машина, колёса, в шлюп, в брак с тем, с кем вы любитесь. Вы слюбляетесь и соединяетесь. Поэтому здесь третья декада марта — переезд вместе с любимым человеком, либо к любимому человеку, либо он к вам. Да, ребята, я вот так долго рассказывала про третью декаду марта, потому что она просто грандиозна для вас. Это главное, что будет в марте для козерогов. И знаете, что будет ещё? Будет ещё вторая часть этого гороскопа. Ребята, если вы хотите обратиться ко мне лично, своим личным гороскопом, посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран, здесь мой номер телефона. Напоминаю, вторая часть, обязательно её тоже посмотрите, но сейчас реклама. Также я делаю таро-расклады, смотрю рунами вашу ситуацию, нумерологию подключаю, фэншуй подключаю. Фэншуй у меня смешан с фастушастра, но я себе могу это позволить. По образованию я психолог, высшее у меня образование, астролог я любитель, и это мой талант. Ребята, у меня много талантов, я все их применяю в помощи для вас. Также я сделала свой эликсир любви. Эликсир любви — это травяной сбор. И вы, когда вы употребляете мой травяной сбор, вы становитесь эликсиром любви. Он чистит вас снаружи и изнутри, поэтому вы просто сияете. Вы уже любовь, а мой эликсир помогает вам очиститься от всего, что не любовь в вас и снаружи. Вторая часть. Продолжаем.